всем привет меня зовут Вероника Коняхина и сегодня я хочу с вами поговорить о новой линейке Novage Proceuticals это новое направление очень активных эффективных средств которые помогут нам с вами улучшить наш уход за лицом сделать его еще более профессионально данные продукты которые входят в Novage Proceuticals называются активами активы это те средства которые приближены к профессиональной косметике при этом мы можем спокойно пользоваться этими продуктами дома домашним нашем ежедневном уходе но получать отличные результаты будто мы в салоне у косметолога находимся начинаю я рассказывать про сыворотку концентрат с ретинолом 1,1% ретинола содержится данной сыворотки и немножко про ретинол на самом деле в Арифлейм уже была линейка биоклиник и были там крема с ретинолом очень эффективно у меня пользовалась мама многие люди в окружении и когда эту серию убрали и не было так скажем замены с ретинолом конечно некоторые расстроились вот потому что очень были эффективные продукты буквально на следующий день там через пару дней люди видели первые результаты как разглаживались морщинки конечно это вызывает всегда восторг когда продукт быстро работает вот но сейчас у нас вышла эта сыворотка что хочу рассказать про ретинол например для меня стало открытие в том что изначально ретинол использовали не для морщин да для того чтобы сократить против морщин а для того чтобы улучшить состояние проблемной кожи то есть угри и сыпь и тогда поэтому ретинол вы можете спокойно взять эту сыворотку даже с этой целью не только против глубоких и мимических морщин поэтому если есть какие-то высыпания вы можете также попробовать этот продукт потому что конечно же возникает вопрос кому можно кому нельзя кому надо кому не надо вот поэтому два таких основных направления могу вам порекомендовать конечно же против мимических глубоких морщин и также если есть какие-то высыпания возможно есть и морщины и высыпания тогда это два в одном будет средства что такое ретинол это производная витамина а и ретинол решает на самом деле несколько проблем кожи это глубокие химические морщины это улучшает текстуру кожи удерживает влагу ну и соответственно еще помогает при проблемной кожи это тоже можем выделить в отдельное направление ретинола что важно знать про данный продукт про упаковку как вы видите она такая матовая достаточно хорошо защищать будет от солнечных лучей потому что ретинол не любит солнечные лучи поэтому дома храните пожалуйста эту баночку подальше от солнца то есть где-то лучше всего в темном прохладном месте да как всегда рекомендованы хранить косметику но ретинол обязательно что еще важно знать о ретиноле ретинол в этой сыворотке инкапсулирован и он проникает в кожу в защитной полимерной оболочки чтобы обеспечить максимальный эффект и пользу для кожи это все неспроста то есть это такие интересные компоненты мы еще поговорим о витамине c вот поэтому есть некоторые рекомендации по хранению использованию а как использовать данную сыворотку что важно знать первое важно понимать что это не замена своей сыворотки которую вы используете в уходе это важно понимать это дополнение это как курс который вы проводите в домашних условиях для того чтобы решить какую-то проблему глубокие мимические морщины например да улучшить текстуру кожи поэтому первое это обязательный комплексный уход если на сегодняшний день у вас еще нет комплексного ухода я вам рекомендую начать не с этой сыворотки потому что максимальный эффект вы получите только при соединении комплекса и этой сыворотки просто так купить сыворотку попользоваться вы можете потом и разочароваться поэтому чтобы вы не получали разочарований начинайте с ухода комплексного ухода конечно же рекомендован на вэдж потому что линейка на вэдж это дополнение в серии на вэдж и если вы хотите прям максимальный эффект начните с комплексного ухода на вэдж есть у нас несколько направлений против пигментации для сияния кожи против морщин на подтяжку для зрелой кожи вы выбираете тот комплексный уход который вам подходит на сегодняшний день если например ну скорее всего вы будете брать ретинол чтобы решить проблему морщин если у вас нет комплексного ухода начните с комплекса экологен попользуйтесь месяц если захотите добавить ретинол добавляйте может быть у вас так проблема глубоких морщин мимических будет проходить даже от ухода за лицом потому что там тоже очень сильные входят компоненты далее это сыворотка не замена сыворотки из ухода это второй момент то есть не думайте что вы уберете сейчас эту сыворотку купите вот эту будете пользоваться чуть-чуть другой механизм это плюсом идет к комплексному полноценному уходу который состоит из четырех шагов это очищение это уход за кожей век это активатор сыворотка это основной уход дневной ночной крем ретинол мы используем только в вечернее время ну наверное понятно чтобы не попадали солнечные лучи поэтому в вечернее время на следующий день мы обязательно используем крем с высоким спф фактором то есть это 30 50 лучше конечно же 50 но если 50 спф нет в креме или дополнительного защитного крема нет то хотя бы 30 чтобы было минимум это 30 поэтому подготовьте еще крем дополнительно если вы будете покупать ретинол и проходить курс ретинол это очень компризный такой компонент который на самом деле нужно будет вводить постепенно то есть это не так что вы купили начали каждый день им пользоваться рекомендовано начать с одного раза в неделю то есть вы очистили кожу вот тут внимание очистили кожу то есть вы используете гель-тоник до очищаете тонизируете кожей после вы даете высохнуть вашей кожи чтобы нигде не оставалось воды влаги там после гель-тоника и так далее вот когда высохла кожа вы берете эту сыворотку вот так вот откручиваете вот так вот нажимаете набираете продукт и пипеточкой выдавливаете вот таким образом капельками сколько капелек нужно ну нам рекомендуют одну две капельки до для лица и шеи а честно могу сказать мне не хватает поэтому у меня уходит 3-4 капли на лицо и шею вот такая белая сыворотка быстро впитывается очень быстро вы даже не успеете ее наносить долго-долго потому что обычные сыворотки они такие как кремчик назовем это так либо как гель либо как кремчик похоже по текстуре вот то сыворотка больше похоже на что-то приближенное к эссенции по текстуре скажем так вот но это не эссенция если что вопрос с эссенцией у меня он тоже возник когда сказали после очищения на очищенную сухую кожу нужно нанести сыворотку вот смотрите если вы применяете эссенцию и не можете отказаться от этого продукта а все-таки можно использовать эссенцию но при полном впитывании ее да то есть вы очистили кожу вы нанесли эссенцию она впиталась без остатка скажем так нигде не осталось влаги вы потом берете сыворотку набираете капельки и наносите на кожу исключая область конечно же вокруг глаз на глаза мы не наносим на шею потом вы берете крем для век сыворотку основную и ночной крем потому что ретинол используется только вечернее время дальше что важно знать сначала мы начинаем раз в неделю то есть раз в неделю сделали потом можно начать использовать ретинол раз в три-четыре дня чтобы кожа привыкала к данному компоненту потом вы можете перейти на раз в два дня и на каждый день курс рассчитан на 48 недели сейчас я вам зачитаю цифры потому что я их не знаю наизусть но хочу вам тоже о них сказать что вы получите за 4 недели что вы получите за восемь недель или там а там по-моему за две недели что-то такое куда-то ушло не туда переключилась вот так это ретинол спустя две недели кожа не пересушена и остается увлажненной 85 процентов подтверждают через две недели кожа более гладко 81 процент подтверждают через две недели кожа становится мягче 84 процента подтвердили через четыре недели глубокие морщины сокращается 91 процент подтверждает через две недели мимические морщинки сокращаются 85 процентов подтвердили и через две недели кожа выглядит моложе 84 процента подтвердили в общем тут как-то в разнобое я думаю сначала 2 2 2 в общем то результат вы увидите первые да через 2-4 недели рассчитывайте на этот срок но лучше вводить постепенно раз в неделю там раз три дня раз два дня и потом каждый день вечером после очищения после эссенции если используете на сухую кожу потом основной уход обязательно сыворотки все нужно запечатывать ночным кремом если вы не используйте ночной крем если вы возьмете сыворотку пожалуйста используйте потому что крем запечатывает и сохраняет вот это действие и вы получаете вообще эффект и результат что еще да в общем то все важное я сказала что хотела вам рассказать главное не бойтесь если будут какие-то покалывания шелушения покраснения это нормальная реакция на ретинол как я сказала это очень капризный компонент поэтому если вы почувствуете что что-то покалывает это нормально причем может это знаете даже не с первого дня быть не с первого раза а как бы накопительный эффект кожа привыкает и потом начинает покалывание какие-то может покраснение появится шелушение не бойтесь конечно если это все в пределах разумного считается предел разумного если поколола то там через пять минут это все равно проходит и стихает и все нормально становится да также с покраснениями вот то шелушение это может тоже возникнуть главное не пугайтесь этого это нормально я даже помню когда у нас биоклиник был с ретинолом и у моей мамы одна женщина сделала заказ на крем с ретинолом как раз этой линейки у нее были покалывания она сходила к косметологу косметолог ей сказал что это нормальная реакция на активные компоненты на активные средства и человек успокоился стал пользоваться и пользовался достаточно продолжительный период времени этим кремом поэтому вы тоже не бойтесь это нормально это значит что кожа у вас чувствительная да и она выдает эту реакцию но если все это нарастает не утихает то конечно вы можете проверить реакцию проверять реакцию вы можете на локтевом сгибе на продукт перед тем как наносить но я думаю что продукт классный стоит пробовать стоит использовать я пока попробовала только один раз для того чтобы вообще понять что за текстура как применять сюда что будет с моей кожей я ждала что что-то будет может быть покалывание но потом оказалось что с первого раза может быть вообще никакой реакции не покалывание и покраснение ничего поэтому сыворотка быстро впитывается комфортно в нанесении ничего сложного нет просто рекомендации если соблюдать spf использовать мне не страшно за spf потому что я круглый год пользуюсь spf 30-50 вот беру солнцезащитный крем либо на вейджовский крем защитный там 50 до защита идет и у меня все это без проблем я уже приучена поэтому я сейчас попробую еще другие продукты потом обязательно вернусь к этому продукту он не интересен и мне он интересен не только как против морщин как у него идет основное направление мне хочется именно попробовать на высыпание на мягкость кожи как вообще будет это все мне подходить вообще нам сказали что возраста у на вэдж нет данных продуктов просить и козда вы берете по направлению вот но тем не менее ретинол говорят нужен с 30 лет мне пока не 30 лет в ближайшее время не будет еще 30 поэтому я хочу просто попробовать как профилактику потому что так или иначе с 25 лет уже можно использовать антивозрастные продукты я про это знаю и почему бы нет когда такие продукты выходят а так что у кого есть задача улучшить состояние кожи кто уже использует комплексный уход и понимает что вот ну чего-то не хватает а хочется еще чего-то чего-то против морщин против глубоких морщин а то конечно же берите рекомендую пробуйте и потом делитесь потому что но цифры потрясающие кстати по поводу цифр да а я например сразу обратила внимание что не было клинических тестирований да а мы все знаем что на вэйдж это клинические тестирования все очень очень серьезно так вот почему не было клинических тестирований тоже ответила компания потому что ретинол витамин c неоциномиды это уже изученные компоненты это не открытие компании рефлейм это не инновационный запатентованный не инновационная запатентованная формула как от компании рефлейм да все мы знаем там аспарта лифт например до запатентованный комплекс в который входит в ultimate лифт серию на подтяжку и другие такие вот компоненты разработки которые запатентованы компаниями их как раз и тестируют клинически потому что это уникально это что-то новое и нужно доказать что это действительно дает тот или иной результат да а так как ретинол уже изучен переучен да они все знают и используют многие своих продуктах поэтому тут были проведены потребительские тестирования и все эти цифры которые я зачитывала за 2 за 4 недели это по результатам потребительских тестирований именно в этом ключе здесь не нужны были клинические тестирования потому что эти продукты и компоненты уже доказаны на этом я буду заканчивать если видео вам понравилось было полезно ставьте палец вверх подписывайтесь на канал напишите если вы уже попробовали данный продукт как он вам или планируете не планируете если есть какие-то еще вопросы возможно я на что-то не ответила в этом видео вы напишите этот вопрос я отвечу уже в комментариях а либо выясню этот вопрос и отвечу вам в комментариях и поможем друг другу познакомиться с данным продуктом еще чуть поближе пока пока